И к другим темам. Раньше мы стеснялись говорить, что здесь живем, вспоминают местные жители. Теперь относительно этой местности применяются термины «фортированное развитие», «экономический рост» и «экспорт». О малой промышленной зоне Юг-Салиш, что в Наманганской области, как об истории успеха, наш материал. Малая промышленная зона Юг-Салиш, одна из десяти в Наманганской области. На площади в 117 гектаров намечено реализовать свыше 90 проектов на 1 трлн 208 млрд сумм в таких отраслях, как строительная, электротехника, машиностроение и металлообработка, текстиль и швейная отрасль. Уже реализовано 33, почти на 67 млрд сумм, способных производить товары на свыше 311 млрд сумм. Ввод предприятий на полную мощность позволит создать 7300 рабочих мест, экспортировать продукцию на 7 млн 800 тыс. долларов в год. За Миньки и Мсануат. Предприятие по пошиву мужских костюмов, курток и пальто. Проект на 24 млрд сумм предусматривает ежегодное производство продукции на 10 млрд сумм и экспорт на 300 тыс. долларов. Компании уже подписаны соглашения с партнерами из-за рубежа. Современные оборудования завезли из Китая и Турции. Применяются технологии высочайшего класса из Италии и Японии. Намерены получить и сертификат качества, отвечающий европейским требованиям, чтобы вывести собственный бренд на мировой рынок. На сегодняшний день на предприятии уже трудится 200 человек. С переходом на следующий этап их число возрастет еще на 200. Среди них и местные жители, внесенные в железную тетрадь. Еще одна производственная мощность – Зухро Юлдус Дизайн. Предприятие создано совместно с турецкими партнерами. Это проект на 30 млрд сумм, 15 млрд – это кредит. Остальная часть – наши собственные средства. 80% производимой продукции отправляем на экспорт, 20% – на внутренний рынок. Секрет успеха деятельности предприятия «Прост» – постоянный поиск оптимальных решений, изучение спроса и предложений. Именно поэтому выпускаемую здесь продукцию уже в этом году получат партнеры из России, Украины и Белоруссии. В перспективе расширения не только ассортимента, но и повышения объема экспортных поставок.